МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Поздравляем вас с назначением. Спасибо. Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, когда вы занимали должность министра, это было непростое время, в блин пандемии, коронавируса. Расскажите о ваших задачах, которые перед вами стояли в то время, как удавалось их решать. Да, но на самом деле действительно такая достаточно сложная должность. То есть управлять системой здравоохранения такого непростого региона, как наш, это достаточно серьезная и ответственная задача. Чем отличается он, например, от других регионов? Это большая протяженность, очень низкая плотность, и самая главная проблема нашего здравоохранения, это очень большой дефицит кадров. У нас рядом находятся два мегаполиса, это Санкт-Петербург, Москва. Москва даже более такой серьезный создает отток наших кадров. И, конечно, вот именно в пандемию проявилась вот эта вообще способность нашей системы здравоохранения выстоять и, как говорится, работать ритмично, нормально, чтобы не было никаких сбоев. Я считаю, что вот мы прошли это испытание, этот, как говорится, такой серьезный урок. И я считаю, что неплохо. Если сравнить с другими регионами, у нас есть чем похвастаться. Но было сложно. Всем медикам было очень сложно в эти два года. Понятное дело, что пандемия какие-то больные места показала. Все всплывает. Все, как говорится, такие вещи, которые не видны в обычной жизни, они вот в это время, все проблемы обостряются и, как говорится, требуют каких-то таких серьезных, порой нетрадиционных решений. На сегодняшний день мы наблюдаем спад заболеваемости. Закрылись и инфекционные больницы. Деления инфекционные при медицинских учреждениях. Как сейчас функционирует областная клиническая больница в мирное время? У вас ковидный госпиталь еще остался? Валерий, мы тихо радуемся, что идет все на спад. Всегда боимся сгладить это, потому что у нас такое было уже неоднократно, когда вроде идет снижение-снижение, потом большая волна. Ну, надеемся, что этого не произойдет, потому что все-таки и общественный иммунитет набрал силу. И стараемся все-таки народ убедить, что надо ревакцинироваться и поддерживать этот общественный иммунитет. Мы, в принципе, сейчас работаем вдвоем, вдвоем с Нелидовским госпиталем. Наверное, скорее всего, Нелидовский госпиталь тоже будет в ближайшее время закрыт, потому что достаточно низкая заболеваемость, и все больные переходят потихонечку на амбулаторный сегмент. Эпидемия, она еще не закончилась. Ежедневно где-то регистрируется до 30 случаев. Такого, что вот они все исчезли, пока нет. Ну, и вирус стал такой, немножко модифицировался. Это омикрон, который поражает верхние дыхательные пути. Стали меньше люди умирать, меньше осложнений, меньше такие тяжелые, серьезные пациенты, которые требуют реанимационного вмешательства. У нас сейчас 25 человек где-то в реанимации находятся. Были времена, когда у нас только в областной больнице было под 70 реанимационных больных, тяжеленных, которые требовались круглосуточного внимания и каких-то серьезных действий. К счастью, у нас сейчас не так много тяжелых больных, но 100 человек у нас находятся в госпитале, у нас и в Нелидово. Мы пока оставили один корпус. Почему областная больница? Потому что, ну, понятно, что все виды помощи, которые требуются к ковидным пациентам, они у нас имеют место быть. То есть мы оказываем любые виды помощи. И беременным, и хирургическим больным, и гематологическим, и больным, требующим диализ. Поэтому решено оставить пока только в областной больнице. Если будет дальше уменьшаться эпидемия, ну, может быть, и мы тоже когда-нибудь закроемся, как инфекционный госпиталь. Сергей Евгеньевич, мы знаем, что когда Вы еще занимали пост министра здравоохранения Тверской области, мы наблюдали Вас еще с работой в инфекционном госпитале. Потому что и журналисты, и я, в том числе, там дважды была по рабочим вопросам, слава Богу. И Вы были замечены в красной зоне. Ну, я по жизни врач. Поэтому для меня вот это, как бы, врачевание, работа с пациентами, с больными, она, как бы, доставляет большую радость. Я чувствую себя всегда врачом. Даже работой министра мне требовалась, была, как бы, такая потребность быть в клинике со своими пациентами, со своими коллегами. Поэтому, конечно, я не пропускал, и все выходные был в своей клинике. А так, конечно, вот, работа министра отнимает все свободное время. И в будни просто невозможно посвящать, там еще посещение пациентов, и заниматься практикой. Да, это и нельзя, надо в должности министра. Но было другое, много работы, которая, конечно, требует всего, полной отдачи. Это в том числе и поездки по муниципалитетам. Да, эти рабочие поездки губернатора. Все надо, как говорится, было обеспечить работу всех муниципальных больниц. Это очень сложно в пандемии было. Конечно, все связано с врачебными кадрами. Пандемия, она, как бы, вот эту проблему сделала очень острой. Потому что многие больницы, особенно в районах, они были, держались на старых кадрах. Люди, которые стали врачами, вот, в 80-е годы, это лица, кому далеко за 60. Кто-то заболел, кто-то даже погиб, кто-то просто не смог дальше работать. И было очень сложно организовать вот эту медицинскую помощь уже гораздо меньшими силами. Вот эти основные проблемы. Потому что, ну, здание есть, оборудование есть, а на нем должны работать. Есть пациенты, которые требуют постоянно, как бы, внимания и оказания помощи. Надо отметить, что вы сами, я почитала вашу биографию, когда-то начинали свой профессиональный путь в ЦРБ, то есть не в Тверской больнице, а в области. Вам наверняка тоже эти проблемы знакомы, что называется? Я считаю, что в советское время это была идеальная система, когда было распределение, и каждый молодой человек, который выучился за счет бюджета, за счет государства, должен был ехать в район и отрабатывать. Вот это, конечно, очень здорово снимало вот эту остроту. Конечно, врачей всегда не хватало, особенно в маленьких населенных пунктах, где не так интересно может жить молодежь. Но во время, как говорится, в советское время, когда было распределение, это не чувствовалось. Мы все ездили, кто выпускался, отрабатывали, кто-то там оставался, кто-то создавал семью. Одно время я даже тоже хотел остаться в Таршке, потому что хороший город, мне нравился он. Но, тем не менее, хотелось познавать что-то новое. Ну, по крайней мере, такого дефицита тогда не было. Может быть, не было таких серьезных технологий, таких возможностей, но наши пациенты в районах не чувствовали, как говорится, отсутствие заботы врачей и медсестер. Сейчас проверемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Это программа «Тема дня», мы продолжаем разговор. Напомню, что сегодня у меня в гостях главный врач Тверской областной клинической больницы Сергей Евгеньевич Козлов. Сергей Евгеньевич, мы с вами поговорили, вы рассказали, какие задачи перед министерством стояли в период пандемии, как сейчас работает у вас инфекционный госпиталь. Вот, как вы сказали, инфекционный госпиталь при областной клинической больнице и Нелидовской, они на данный момент два учреждения, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Сергей Евгеньевич, вы, когда вернулись в родную гавань, в областную больницу после министерства, говорят, что вы сразу же к операционному столу. Ну да, руки скучали. Ну, нельзя это терять профессию. Основная профессия все равно это хирургия. Какое-то временное занимало это, как говорится, работа в министерстве. Она больше чиновничья работа. Но все равно же, рано или поздно, все равно вернешься к своей практической работе, работе врача, то, чего, в принципе, и мечтал всю жизнь стать. И, конечно, в операционную долго не ходил и стараюсь побольше времени на это тратить. Плановых пациентов сейчас стало больше после пандемии. Наверняка кто-то недообследовался. Да, мы это видим. У нас и поликлиника переполнена, и очень много пациентов приходит на операцию. Даже те, кто раньше боялся, они сейчас имеют возможность прооперироваться. Это, конечно, дало отрицательный момент. Многие больные стали запущенными. То есть, особенно люди пожилые, они просто боялись обращаться. Ну и действительно было достаточно опасно находиться в лечебном учреждении в период пандемии. Поэтому все сидели дома и ждали лучших времен. Я надеюсь, что они наступили. Если мы, как говорится, и дальше так будет, на спад это заболевание, то мы, я думаю, что потихонечку подтянем и вот эту всю остальную медицинскую помощь, профилактику, которая нам позволит серьезно улучшить и демографические показатели. Потому что смертность у нас за последние два года здорово выросла. Это все связано, конечно, с пандемией и с тем, что мешало коронавирусной инфекции заниматься и профилактикой, и диспансеризацией. Практически вот в самые пики такие у нас не было никакой возможности проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. Потому что это было достаточно опасно. Но сейчас нагоняем. То есть мы сейчас имеем возможность все эти задачи быстренько решать. Плановая помощь оказывается в полном объеме, как это было до пандемии? Да. Вот сейчас в полном объеме. Хотя мы старались все два года оказывать плановую помощь. Ее было тяжело оказывать. Многие пациенты попадали потом повторно с инфекцией, они ее подхватывали. Все равно больница является таким как бы рассадником. Тем более инфекция такая, что ее сложно выявить на ранних стадиях. Длительный инкубационный период не позволял нас отсеивать пациентов и не класть в плановом порядке совершенно здоровых. То есть кто-то все равно находился в инкубационном периоде и приносил инфекцию в лечебные учреждения. Коронавирус, наверное, все-таки помог в какой-то степени наладить систему оказания помощи, в том числе и закупить какое-то оборудование новое, освоить какие-то технологии. Мы, конечно, очень радовались, потому что правительство разрешило закупать и оборудование по прямому варианту. То есть по 9 пункту без конкурентной 44-го закона, который очень серьезно отодвигает сам процесс закупки. И очень много оборудования получили лечебные учреждения, так как у нас было 14 госпиталей, почти 3 700 коек. То есть многие лечебные учреждения получили оборудование, ради которого мы просто могли только мечтать раньше. Это оборудование уже и в будущем пригодится. Я думаю, что мы старались покупать универсальное оборудование, чтобы оно потом тоже работало для неинфекционных больных. А дальнейшие планы у вас какие на курс развития Турской областной клинической больницы? Поделитесь планами. Да, конечно, в основном наша задача была сделать больницу таким главным очагом наших всех высоких технологий. В школу для многих врачей. И мы многое достигли. Несмотря на пандемию, мы все равно развивали новые технологии. Внедрили, кроме КЭШ, которая стала уже такой рядовой операцией, это шунтирующая операция на сердце. С использованием искусственного кровообращения. Мы стали уже менять клапаны. Мы внедрили новые высокотехнологичные операции в нейрохирургии. То есть мы не стояли на месте, даже в пандемии мы старались все равно развиваться. И сейчас, конечно, если нам позволит эпидобстановка, мы будем эту всю технологию оттачивать, развивать, чтобы мы могли все делать в нашем регионе, чтобы никого не посылать в Москву. И я считаю, что за последние пять лет мы очень серьезно большой сделали задел. Просто надо все это, как говорится, уже поставить на поток. Подтянуть немножко молодежь, кадры, потому что много мы потеряли уже таких опытных врачей. А молодежь-то с радостью устраиваете? Вот вы знаете, у нас в областной больнице такого нет кадрового голода. Все молодые стремятся к нам. С одной стороны, меня как руководитель это радует, а с другой стороны, как министра, меня всегда это расстраивало, потому что вся молодежь старалась остаться в Твери, в крупных больницах, таких как областная. А нам бы надо, чтобы все-таки медицинская помощь стала доступной, потому что основные показатели смертности и демографии, они в основном там складываются. Если нет первичной помощи, то одной высокотехнологической медицинской помощи не спасешь ситуацию. Поэтому, конечно, такое двойственное чувство было, когда все есть люди, которые, молодые люди, которые работают в областных учреждениях, и совсем нет молодежи в районных больницах, даже в крупных, межрайонных. Тоже большая проблема. Поэтому, конечно, основная задача была, это вот каким-то образом туда кадры затянуть, чтобы им там было и интересно работать, и чтобы все-таки какой-то административный ресурс заставлял их туда ехать. Потому что добровольно, ну, мало кто согласится ехать в район, где и жизнь не такая интересная для молодых людей, и, может быть, какие-то сложности, вот такие бытовые. Вот это проблемы, которые требуют, ну, серьезного внимания и решения. Это вот кадровые вопросы в районах, в районных больницах. Что касаемо кадров вашего медучреждения, которое вы вновь возглавляете, многие ваши доктора становятся героями, в том числе наших телесюжетов, в сюжетах наших уже федеральных коллег, в том числе история, когда в 2000, если я не ошибаюсь, в 2020 году, когда ваши доктора спасли женщину со стопроцентным поражением легких. По-моему, это вы даже одни из первых были, кому это удалось сделать. Да, ну, наверное, особенность нашего учреждения, что у нас есть такое чувство интереса, вовлеченности во все новое. И мы видим, что молодежь и опытные врачи, они вот прямо вот горят желанием осваивать что-то новое. Конечно, чтобы спасти пациентов с такими серьезными заболеваниями, это надо было внедрять все самые последние технологии, достижения, которые только есть. Но мы стараемся не отставать от московских клиник, там, где, конечно, идет и конкуренция более серьезная, и более высокий уровень снабжения, возможности. Но мы вот держим планку, мы стараемся не отставать. И мы видим это, когда наши специалисты ездят в Москву на серьезные конгрессы, нас там и прислушиваться начали. То есть уже Тверская областная клиническая больница, она уже оценена. То есть и из других регионов лечебные учреждения интересуются Вашим опытом? Да, да. Мы внедрили еще 8 лет назад систему менеджмента качества. То есть мы очень серьезно боремся за качество оказания помощи. То есть помощь медицинская должна быть и качественной, и, самое главное, безопасной. Поэтому к нам и рвутся все лечиться, потому что это вот как бы стоит во главе всего. Вот. Поэтому я думаю, что вот те результаты, когда, о которых вы говорите, это вот такой, знаете, результат такой комплексной, коллективной, командной работы. Поэтому и в ковид нам удавалось справляться. Вот. Нам даже пришлось три госпиталя открывать, хотя планировали один. То есть коллеги не совсем все успевали, и мы даже поликлинику превратили в стационар. И за последние два года мы три раза переезжали. Три раза открывали в поликлинике госпиталь, потому что вот не хватало места. Это достаточно трудоемкая задача. Задание – это задача из крупной поликлиники сделать крупный стационар. Все эти подводки, инженеры, и все это делали своими руками. Ну, руками коллектива, конечно. Просто это надо было быстро делать. Соответственно, и все продумать, чтобы все функционировало. Сергей Евгеньевич, мы знаем, что врачи областной клинической больницы отличились, конечно, в пандемию. И стало известно, что этой весной ваш специалист, в том числе и хирург Степан Валерьевич Накарев, он был также у нас на одной из программ, ездили оказывать помощь коллегам в луганские больницы. Если я не ошибаюсь, помню, это Первомайская больница была в Луганской области. Как вы оцениваете, одобряете ли вы такой выбор ваших докторов? Ну, во-первых, не один он ездил. Мы собирали целую бригаду, у нас четверо врачей ездили, и один из них в шестой больнице. Поэтому я считаю, что я и сам поехал, потому что там есть чему поучиться, и, конечно, требуется наша помощь. Там идет большой поток пострадавших, и, конечно, все руки там требуются. И я думаю, что мы в ближайшее время опять отправим туда наших коллег, чтобы они там помогли справиться с поступающими ранеными. Ну, и надо быть самим готовым ко всяким этим, как говорится. Может быть, и к нам привезут раненых, поэтому мы должны готовы осваивать вот эти нюансы оказания помощи именно при военно-полевой хирургии. Я думаю, что это будет полезно для всего и Тверского здравоохранения, поэтому мы, наоборот, подталкиваем добровольцев туда съездить, чтобы они съездили и помогли, и сами поучились. Потому что там есть чему поучиться у наших коллег и в Донбассе, и в Луганске. Потому что тот поток раненых, конечно, в мирное время нету его. И, конечно, я думаю, что будет бесценный их опыт, если они привезут, и будут уже делиться с коллегами из нашей больницы. Поэтому я только за вот этих обмен опыта. И самое главное, мы должны помогать. Потому что это наша одна страна, это наши братья. Мы должны всячески помогать справиться им с этой нацистской чумой. Надо отметить, что ездили они добровольцами на добровольных началах. И многие из них рассказывали, что не так важны были какие-то достижения, регалии, что работали все абсолютно наравне. И не только помогли, но еще и почерпнули бесценный опыт. Да, тут уже в таких ситуациях нормальные врачи не думают ни о регалиях, ни о заработках, ни о чем. Это задача выполнять долг врача, ну и, конечно, неоценимый опыт. Потому что вот эти такие события, они сильно поднимают в профессиональном плане наших врачей. Я думаю, что для них это будет неоценимый опыт. То есть планируете еще делегацию? Да, я думаю, что мы не только не будем препятствовать, а будем всех поощрять, чтобы ездили туда добровольно, тем более здесь такой нагрузки нет уже. А там, конечно, все врачи испытывают сверхнагрузки. И врачи, и сестры, и медработники. А вообще интерес у коллег даже, может быть, из других лечебных учреждений Тверской области есть к этому? Наверняка же спрашивают. Я же говорю, что не только областная больница. У нас был представитель шестой больницы, железнодорожной, и двое из областной. И если кто-то поедет, захочет еще, мы только будем поощрять все это. Потому что я считаю, что мы всячески должны всей страной помогать нашим братьям из этих республик, с Украины. Потому что им сейчас тяжело, на самом деле тяжело. Сергей Евгеньевич, еще многих вызвало удивление. Вы же еще не только как доктора, как министра, вы же еще и в недалеком прошлом депутат. И вернувшись на пост главного врача, вы решили и вновь идти на выборы в городскую думу. Мы видели вас в списках на праймерис. Почему вдруг? Мне всегда общественная работа нравилась. И особенно такая в городской думе, она такая более реальная, более приближенная к человеку. Это округ, к которому я выдвигаюсь. Там живут все наши сотрудники. Многие наши пациенты. Мне интересно работать в городской думе. Это за Волжье, напомню, нашим телезрителям. Это за Волжье, это примерно район Соминки. Я уже третий раз выдвигаюсь в городскую думу. Поэтому для меня эта работа неинтересна. И, как говорится, я ее знаю, как делать, как помогать нашим согражданам. Вы идете в третий раз. Вы мне перед эфиром рассказывали, что когда вы баллотировались впервые, у вас практически не было никакой избирательной кампании. Как вы сказали, многие избиратели – это те, кто в свое время так или иначе знал вас как врача. Здесь тоже так. Она будет своеобразной избирательной кампанией. Потому что многие знают просто и меня, и как бы я работаю и вырос в этом городе. Все меня знают, как врача знают. Поэтому я думаю, что особенностей такого не будет. Потому что надо ходить, знакомиться со всеми. И многие меня поддержали. Потому что мне много было звонков, поддержки. Что мы очень хотели бы, чтобы вы выдвинулись. Поэтому я... Но это общественная работа. Я никогда не рассматривал ее как зарабатывание денег. Это всегда как бы помогать людям на округах. Сергей Евгеньевич, мы, как уже сказали, вы не только доктор, руководитель, но еще и политическая фигура. Вы прошли праймерис, который состоялся в мае этого года, в Тверскую городскую думу. Вы набрали достаточно большое количество голосов. И теперь идете на, так называемые, большие выборы. Вы сказали, что вам интересно работать на округе. С какими обычно проблемами обращаются граждане? К врачам первая проблема – это медицинская помощь. Как обычно. Не важно, кто ты. Социальная помощь, потому что я в городской думе два раза был депутатом и все время был в социальных комитетах. И возглавлял его социальный комитет. Поэтому в основном занимался, конечно, социальными вопросами, но приходится и заниматься коммунальными. Потому что у нас достаточно серьезные проблемы в городе с коммунальным хозяйством. Но также дороги, школы, садики. Много проблем. Таких, они, конечно, проблемы, которыми живут люди. Если в законодательном собрании там больше работа с законами, законотворческая деятельность, то здесь уже такая более приближенная к жизни обычных людей. И это на самом деле интересно. Поэтому я уже, как говорится, дважды там работал. И всю работу знаю. И знаю, что, в принципе, могу помогать. И это достаточно интересно для меня. Какие первые задачи планируете решить? Ну, у нас округ такой, который всегда, как бы, в планах администрации считается такой, не на первом месте. Наша задача, все-таки, чтобы не забывали и юность, и вот это, как говорится, все спальные районы. Вот у частного сектора там довольно-таки большое количество. Много делается в центре Твери, но наша задача, чтобы и в юности, и на нашем округе было комфортно. Жить гражданам и помогать решать им вот эти все бытовые проблемы, коммунальные проблемы. Вот так округ знаком, и я практически все время на нем нахожусь и знаю все эти проблемы. И даже, когда не был депутатом, какое-то время приходилось решать по таким вот, как бы, обращениям моих избирателей. Вот. Решали проблемы. А есть ли какое-то волнение все-таки, выборы? Ну, конечно, всегда, когда идешь, как бы, обращаешься к населению за поддержкой, всегда есть волнение. Насколько ты, вот, достоин поддержки этой. Потому что депутат его избирает, да. Если чиновника назначает там, то депутат это народный избранник. Если тебя народ избрал, тебе доверил, значит, ты все-таки вот в этой жизни что-то сделал. То есть, какой-то вклад все-таки совершил. Если не избирает, значит, тебе что-то не так. Ты живешь, не так делаешь. Надо что-то менять. Да. Поэтому всегда волнительно, когда тебя избирают. Ну, так, особенно честно, если избирают. Сергей Евгеньевич, мы уже говорили, вернулись к вопросу. Он интересует очень многих. Это, в том числе, наверное, вопрос даже не мой, как журналиста, ведущего, не редакции, а зрителей наших, в том числе и ваших избирателей, возможно, будущих. Прогнозы по, будет ли рост заболеваемости коронавирусом. Это вопрос, который интересует многих. Масочный режим сейчас отменен. Остался только на лечебных учреждениях, если не изменять память. Торговые центры, общественные места. Люди от масок освободились. Кто-то привился, кто-то до сих пор продолжает отрицать вакцинацию. Стоит ли ожидать роста? Скажу честно, что коронавирус – это загадка природы. На самом деле, конечно, все, что вы перечислили, это провоцирует его рост. Поэтому нужно встречать, если этот рост произойдет, его надо встречать во всеоружии. Для этого человек должен быть сформирован иммунитет. Если, например, прошло полгода, год после вакцинации, надо сделать ревакцинацию, чтобы всегда быть антителами. И, наверное, все-таки соблюдать масочный режим там, где скопление людей. Особенно это в общественном транспорте, в магазинах, где нет такого проветривания. Потому что эпидемия не закончилась. Она все равно продолжается. Она просто уже гораздо других масштабов. И нет такого, как говорится, большого количества инфицированных людей, которые где-то могут подцепить вот эту инфекцию. Но всегда надо понимать, что она еще не закончилась до конца. И надо быть себя, вооружать вот этим возможностью не заболеть тяжело. Для этого это маска, где нужно, ее одевать надо, и ревакцинация. А кто не привился, сбежать надо и вакцинироваться. Тем более сейчас поток... Да, выбор огромный. Да, сейчас вакцин. И сейчас поток людей отправится в отпуска. Да. Возможно, в какие-то открытые страны. Возможно, даже на российские курорты. Есть ли там шанс подцепить? Туда надо ехать вакцинированным, потому что надо быть защищенным. Даже если контакты эти, они, как правило, все равно происходят. Где-нибудь в автобусе или в поезде. Если ты даже поймаешь этот вирус, ты вакцинированным перенесешь его легко и на ногах. Как правило, это в скрытой форме. Если иммунитета у тебя не будет, то можно попасть в инфекционный госпиталь. То есть, особенно если кто-то страдает сопутствующими заболеваниями, с какими-то тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими, это для них обязательно надо прививаться. А у вас сейчас какого основного контингента пациентов, которые лечатся в инфекционном госпитале, которые умудрились попасть в относительно мирное, да, с точки зрения инфекции, пандемии, время? Это люди с какими-то действительно заболеваниями или может быть какой-то штамм где-то уловили? Практически все, которые болеют, кто инфарктом, кто инсультом, у кого там онкологическое заболевание, гематологическое. То есть, это те пациенты, которые, например, где-то подцепили, и мы их кладем туда, потому что они даже вот омикрон переносят очень тяжело. Но таких серьезных пневмоний, с дыхательной недостаточностью, как было при дельте, таких стало не так много. Но омикрон тоже опасно для этих пациентов. А дельту можно сейчас встретить? Да, где-то меньше 1%, но она есть. Если такой пациент подцепит дельту, то шанс ему поправиться очень небольшой. Омикрон сейчас стал похож на что-то вроде ОРВИ или гриппа. Ну, что-то вроде этого. Только с большими, более серьезными последствиями, чем ОРВИ. Ну, действительно, я вот хотела задать вопрос. Несмотря на легкое течение, какие могут быть последствия? Потому что даже многие специалисты говорят, что не так страшно переболеть, как страшно потом лечить вот это все, что от него остается, которое всплывает даже спустя недели, а то и месяцы. Ну, так называем постковидный синдром, который развивается часто. И даже при его микроне он есть. Это последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Те осложнения, которые развиваются при этой инфекции. Это различные заболевания легких, потом сердечно-сосудистые заболевания, связанные с нарушением тромбообразования. Потом многие пациенты чувствуют астению. При поражении нервности эмокогнитивное нарушение, нарушение памяти, депрессивное состояние. То есть много, целый букет всяких симптомов и синдромов, которые сопровождают пациента после перенесенного инфекции. Это, как правило, тяжелая форма коронавирусной инфекции. На самом деле, от многих слышали, в том числе, когда и на съемках были, в больницах, поликлиниках, и когда на опрос выходили, многие говорили, что я два раза переболел коронавирусом в короткий срок. Почему так происходит? Как правило, это люди с хорошим иммунитетом, привитые. Особенно привитые, они вообще в некоторой скрытой форме переболевают. Но на самом деле, этот вопрос еще до конца не изучен. Почему-то? Казалось бы, должен быть иммунитет, когда ты один раз переболел. И в реанимацию к нам попадают тоже люди здоровые, 40-летние, с цитокиновым штормом. Но вот, как говорится, те, кто прошел вакцинацию, они болеют легко. Вот это мы заметили. И в реанимацию попадают редко, и заболевают тоже значительно реже. Я подтвержу, могу подтвердить полностью ваши слова, потому что, когда мы были в областной клинической больнице, в инфекционном госпитале, это была осень прошлого года, и когда мы спрашивали у пациентов, привиты ли они, они говорили, что нет. А те говорили, да, я привит, спрашивали, почему же вы вдруг оказались. Они у всех какое-то сопутствующее было. В том числе у того, кого мы спрашивали, необходимость была поддержания организма при почечных недостаточных, при проблемах с почками. То есть таких пациентов действительно немало. И сейчас вот они в основном и остаются у нас. Основной контингент – это больные с сопутствующими заболеваниями. Даже мы их кладем без такой выраженной пневмонии, потому что они, вот это их состояние, оно серьезно усугубляется коронавирусной инфекцией. В том числе, кому требуется гемодиализм, так как им при их диагнозе коронавирус нигде его больше не сделают. Ну это да, у нас все это организовано. Потому что из-за этого мы и держим областную больницу, потому что все виды помощи мы можем там оказать в инфекционном госпитале. А можно ли дать какие-то прогнозы, что же нам ждать к осени, будет ли у нас какой-то всплеск? Потому что мнения экспертов расходятся зачастую. Вот видите, мнения экспертов расходятся. Я могу как гадалка только сказать. Поэтому мне кажется, что все равно какой-то подъем будет. Но вот такого серьезного, такой серьезной ситуации, как при Дельте, не должно быть. Все-таки мне кажется, что из нашей жизни потихонечку уходит тяжелая форма коронавируса. Но микрон, тем не менее, более заразен. Он более заразен, но не дает такое большое количество смертельных исходов. То есть переносится легче. А можно ли его как-то отличить на данный момент от простуды, например, от гриппа, какие-то случаи, наверняка, где-то есть? Ну опытный врач сейчас его отличает. А так сейчас никаких проблем нет здесь. ПЦР диагностика экстренная, ПЦР диагностика в течение часа уже диагноз становится известен. Потому что и все вот эти виды диагностики, если два года назад они достаточно были сомнительные, то сейчас они дают достаточно хороший, качественный результат. Но мы с вами еще должны понимать, что вирус мутирует. Мы просто с вами не знаем, что может осенью произойти. Если останется омикрон, то можно прогнозировать, что в обществе он потихоньку будет как обычный грипп вести себя. Но если появится какой-то новый штамп, или ему помогут появиться, тогда, конечно, все это непредсказуемо. Почему люди, которые думающие, не могут сто процентов сказать, что будет осенью? Надо просто делать все, что мы должны делать, и быть готовым ко всему. Сейчас вроде бы как спад, и многие действительно расслабились. Вакцинация не так активно идет. Ревакцинация, в принципе, тоже. Многие задаются вопросом. А вроде бы как спад заболеваемости, случаев мало. К чему мне идти прививаться? Зачем мне это нужно? Ну вот, случаев-то мало из-за того, что, в принципе, все достаточно много привитых и переболевших. Но через полгода вот этот общественный иммунитет будет ослабевать. Если мы не сделаем ревакцинацию, то будет снова вспышка, потому что общественный иммунитет уже не будет срабатывать. А кому бы Вы порекомендовали продолжать носить маски? Каким категориям граждан? Ну, я думаю, что таким пожилым 100%. Всем, которые тяжело болеющие, коморбидные, так называемые, пациенты после 60-ти. И там, где вот рекомендуют и сейчас носить всем. Это лечебное учреждение. И там, где вот помещение, большое скопление людей. Где идет большой обмен, как говорится, биологической информацией от человека к человеку. Ну, где может вот в помещении кто-то чихнуть, и практически все, кто находится в помещении, они получат дозу вируса. Ну, у кого-то организм справится, а кто-то рискует оказаться у Вас. Поэтому, если маска, она все равно основную часть этого вируса задержит на себе. То есть доза будет совсем другая. То есть расслабляться пока не стоит и, что называется, бдительность включать? Ну, бдительность не надо никогда терять. У нас же, Вы понимаете, мы сейчас даже ко всему готовы. Готовимся ко всему. То есть может все, что угодно появиться. Сергей Евгеньевич, и напоследок вопрос, который тоже многих интересует. И коллеги спрашивали, они знают, что Вы к нам на эфир придете, и соузащитники. Как поживает Ваш пёс? Напомним ту историю, когда в конце 2020 года... Да, пёс, который тонул в реке, его спасли, чудом спасли, потом пристраивали. Как Вы об этой новости узнали? Ну, не знаю, это у меня супруга, как говорится, узнала. И сразу позвонила волонтерам, забрала его. Он сейчас член семьи, нормально себя чувствует. Вот. В общем, замечательный пёс, очень умный. Но боится воды. Вот, к реке, и он просто боится подойти. Видимо, память осталась. Да, вот у него такие страхи остались. Вот так, замечательно живёт, очень умный оказался. Какой породы, до сих пор не знаю. То есть, не изменяет тайну, такой лохматый. Да. Похоз на Чубака из «Звёздных войн». А волонтёры его так и назвали, Чубака. Вы какую-то другую кличку дали? Ну, он отзывается теперь на Чубака, вот, и на Бим. Вот, мы вот так вот нашли вроде способ. Вот. Отец у меня его Чубайсом отзывается. Отзывается сто процентов. Что ж, это было интервью с главным врачом Тверской областной клинической больницы. Напомню, что Сергей Евгеньевич Козлов был у нас в гостях. Он ответил на ряд вопросов, среди них то, какие задачи стояли перед Министерством в непростое время пандемии. Также поделился планами, что ждёт областную клиническую больницу в ближайшем будущем, какие новые введения. Рассказал о том, как оказывается плановая помощь всем тем, кто в ней нуждается. Это была программа «Тема дня». Кто пропустил, ищите на сайте телеканала наш выпуск. Смотрите. Меня зовут Валерия Королёва. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok